Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Место для дискуссий. Социальная сфера, наверное, самая жидкость еще сфера, потому что дорогие от каждого из нас. В городе продолжают свою работу диалоговые площадки, что обсуждали на этот раз. Укол здоровья или вакцинация 2020 в самом разгаре. Меньше болеть с пути. Почему этой осенью прививка важна, как никогда. Расскажем. Спасибо, мама. Страна отмечает самый теплый праздник осени. Самое главное – здоровья вам, детям. И от кого звучат слова поздравления. Я люблю тебя. А также отопительный сезон, бесплатные консультации и пасмурный четверг. Синоптики прогнозируют дождь и туман, что еще подготовила Небесная канцелярия. В Беларуси продолжается работа по внесению изменений в Конституцию, спорт, здравоохранение, образование в центре круглого стола, социальная сфера. В городе работают четыре диалоговые площадки. Реформы главного закона страны обсуждали в первой гимназии. Главный посыл – адаптировать Конституцию к современным реалиям. Сегодня вообще у нас очень интересна была, наверное, самая больная точка, которая захватилась – это по институту семьи и брака, отношения родителей и детей, каким образом и кто несет за кого ответственность, в каком направлении. То есть, ну, достаточно сложно, но интересно. Обсуждаются важные вопросы в поправке изменений в Конституцию. И социальная сфера, наверное, самая животрепещущая сфера, потому что затороги от каждого из нас. В четверг дискуссионный клуб продолжит свою работу на повестке вопросы местного самоуправления и партийное строительство. В стране выздоровели от коронавируса более 78 тысяч пациентов, зафиксированы свыше 85 тысяч человек с положительным результатом на COVID-19. Лаборатории провели более 2 миллионов 118 тысяч тестов. С 14 октября иностранцы, которые не включены Минздравом Беларуси в перечень государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, при прибытии в нашу страну обязаны иметь при себе документ, где подтвержден отрицательный анализ на COVID-19. Срок выполнения не позднее 72 часов до даты пересечения границы. Такие меры предусмотрены постановлением правительства. 2 октября 2020 года принято новое постановление номер 81, которое регламентирует подходы к определению контактов первого и второго уровня. Дано определение тому, какой контакт является близким. Это контакт менее чем один метр на протяжении более чем 15 минут. Данный контакт является близким контактным. И люди, которые на таком расстоянии были от заболевшего человека, являются контактами первого уровня. Также Минздрав изменил срок самоизоляции для тех, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидситуацией и контактом первого уровня. Теперь он будет длиться 10 дней. На седьмой проведут исследование на коронавирус. Наблюдать за пациентом будут до последнего. Отпустят с карантина только при условии, что все в порядке. Запас лекарств, ипотека на жилье и белое золото в Беларуси планируют увеличить производство молока. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси создан запас лекарств средств защиты на период подъема респираторных заболеваний. Об этом сообщил замминистра здравоохранения. Кроме того, в достаточном количестве закуплены новые препараты для лечения инфекции COVID-19. Также обеспечен запас средств защиты и медицинских изделий. Ипотека в республике должна полноценно заработать в ближайшую пятилетку. Об этом рассказал премьер-министр Роман Головченко. Согласно документу, планируется предложить и возможность строительства жилья в населенных пунктах близи областных центров или Минска, чтобы обеспечить децентрализацию населения. Страна рассчитывает к 2025-му увеличить производство молока до 9 миллионов 200 тысяч тонн. Специалисты регулярно работают над улучшением качества белого золота. Если в 2010-м молока сорта «Экстра» было порядка 10% от общего объема, то в 2019-м – 60%. Выросла и рентабельность производства. Россия увеличит число рейсов в Беларусь. Планируется, что по направлению Москва-Минск будет выполняться порядка трех перелетов в неделю на взаимной основе. Также полетят дополнительные самолеты по маршрутам Москва-Женева, Санкт-Петербург-Тюрих и Москва-Абудаби. В стране проведут более 60 бесплатных консультаций для малого бизнеса. Они охватят сферы юриспруденции, маркетинга, бизнес-процессов и финансового менеджмента. Занятия проведут для того, чтобы минимизировать негативные последствия от COVID-19 и поддержать предпринимательскую активность в регионах. Укол здоровья. В Бобруйске продолжается вакцинация против гриппа. В сезоне 2020 есть риск подцепить сразу несколько инфекций. Секреты здоровья узнала наша съемочная группа. На часах 10 утра. Медицинский кабинет завода биотехнологий. Здесь проходит вакцинация работников против гриппа. Те, кто ждут своей очереди, соблюдают социальную дистанцию. Меры безопасности никто не отменял. Работники уверены, массовая вакцинация – способ сохранить здоровый коллектив и снизить риск заболевания. Меньше болеть будем. Чтобы меньше заболевали, чтобы иммунитет вырабатывался. И я вот уже делаю, наверное, лет 6 подряд. Не пропускаю ни один год. И советую всем делать. На одного пациента уходит не больше нескольких минут. Так что очередь не затягивается. Перед уколом обязательно осмотр врача. Добрый день. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Отлично. Жалоб нету? Нет. Расскажите, пожалуйста, аллергическая реакция на куриный белок? Нету. Я постоянно привык делаю, поэтому у меня по конвейерам не раз. Все хорошо. Хорошо. После измерения температуры и давления. И можно приступать к вакцинации. Галина Гринкова тоже решила получить укол здоровья. Говорит, для нее это важно. Я каждый год делаю прививки, а сейчас на фоне пандемии. Тем более. Самочувствие отличное. На заводе биотехнологии серьезно подходят к эпидемической безопасности коллектива. Вакцинацию от гриппа здесь проводят каждый год. И сотрудники активно участвуют в компании. В этом году 182 человека будут привиты. Из них уже половина привилась, 90 человек. И планируется продолжать эту работу. Вакцинация от гриппа стартовала в начале сентября. Прививку уже получили около 60% населения города. Пациентам предлагают три препарата на выбор. Российский гриппол, французский ваксигриптетра, нидерландский инфлювак. Врачи уверяют, повышенная температура, обострение хронических заболеваний – не повод отказаться от прививки. В таком случае стоит сделать ее позже. В первую очередь прививаются дети от 6 месяцев до 3 лет, дети организованных коллективом, медицинские работники, лица с хроническими заболеваниями старше 65 лет, а также работники общественной сферы деятельности – это учителя, работники коммунальной сферы, работники торговли, общественного питания. Медики отмечают, этой осенью вакцинация от гриппа актуальна как никогда. Возможно, наслоение нескольких вирусов – это может стать тяжелым испытанием для организма. Завершить кампанию в Бобруйске специалисты планируют уже в ноябре, чтобы зимой быть готовыми к борьбе с вирусом. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Комфортная температура в Бобруйске стартовала топительный сезон. В первую очередь тепло поступило в школы, сады, поликлиники, больницы, музеи, архивы, библиотеки и гостиницы. В четверг батареи нагреются в домах, общежитиях и учреждениях культуры. Последнее в очереди административное здание. Бобруйск, напомним, полностью готов к отопительному сезону. 2020 паспорта готовности получили свыше 700 потребителей. Любимым и милым посвящается. В Беларуси отмечают День матери 14 октября. Хороший повод в очередной раз сказать слова благодарности самому родному человеку. О том, как Бобруйск встретил праздник, Максим Кембель. День, который наполнен самыми яркими красками, Беларусь отмечает День матери. Люди в погонах не остались в стороне. В 147-м зенитном ракетном полку сегодня День открытых дверей. Маму лучших военнослужащих пригласили в актовый зал подразделения. Рядом и женщины в форме милитари. Подобные встречи уже давно стали доброй традицией. Из рук командира грамоты от сыновей цветы. Не может скрыть волнение и одновременно гордости за сына мамы рядового Сергея Суровеца. У военнослужащего семья большая. Два брата и сестра. Родом он из Кировского района, в армии уже почти год. Мама Ольга признается, за Сергея переживает и понимает, настоящий мужчина должен отдать долг родине. Спасибо командованию за праздник, что устроили. Очень приятно, когда именно на День матери такой подарок, когда твоего сына считают одним из лучших. Расскажи, как ты маму поздравил. Поздравил ее при встрече. Приехала, поздравила, сказала, что она у меня такая единственная. И спасибо за то, что она у меня есть. Для мам провели экскурсию, рассказали историю полка, показали, чем и как живут их сыновья. Мне бы хотелось поздравить с этим замечательным, чудесным праздником всех матерей, военнослужащих нашего Бобруйского гарнизона, а вместе с ними и всех матерей нашего замечательного и чудесного города. От себя лично и от всех воинов Бобруйского гарнизона. И пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, всегда оставаться такими же замечательными и чудесными, не терять бодрости и оптимизма, счастья и благополучия. Самый теплый праздник осени отмечается в Беларуси с 1996-го. В этот день люди спешат в цветочные магазины, покупают подарки и сувениры, дети разучивают стихи и песни. Все усилия ради нее, самой милой, доброй и любимой женщины на свете. Поздравляю тебя, мама, с Днем матери. Желаю удачи, здоровья и всего наилучшего. Мамуля, поздравляю тебя с Днем матери. Желаю тебе всего-всего и много-много. Я люблю тебя. Дорогие мамы, я хочу поздравить вас с праздником, двойным праздником, сегодня и покров Пресвятой Богородицы. Хочу пожелать вам мудрости, доброты и большого терпения. Дорогие мамы города Бобруйска, Могилевской области и всей нашей республики, я поздравляю вас с этим замечательным праздником, с Днем матери. Самое главное – здоровья вам, детям, этих тепленьких ладошек на ваших щеках, этих ласковых объятий и прикосновений. Дорогие женщины, дорогие наши мамы, поздравляю вас с праздником, День матери. Также с покровами, это тоже хороший праздник. Здоровья вам, счастья, умных и красивых детей и послушных. Я поздравляю свою маму с Днем матери, она у меня самая лучшая, самая красивая. Дорогая моя любимая мамочка и все мамы мира, поздравляем вас с Днем матери, оставайтесь такими же красивыми, любимыми. Поздравляю любимую маму с Днем матери. Желаю ей крепкого здоровья, любви, очень сильно ее люблю. Хочу поздравить наших дорогих женщин, дорогих мам, которые дали нам прекрасную жизнь, которые воспитывали нас, терпели и всю жизнь им помогали. Хочу сказать спасибо и своей маме в этот прекрасный день, за то, что она у меня есть, за то, что она родила такую прекрасную дочь. И, конечно же, хочу ей пожелать всего самого лучшего. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Если вы еще не успели поздравить маму, то сейчас самое время. Иногда фразы «я тебя люблю» дороже любых подарков. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Среда порадовала белорусов солнцами хорошей погоды. С утра шел небольшой дождь, к обеду тучи разошлись. Вечером полило, как из ведра воздух прогрелся до плюс 15. Надолго ли тренд? Анастасия Пахлестова. Завтра в страну придет прохладная воздушная масса. Ожидается облачная с пресненними погода. Ночью местами и днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Утром сгустится слабый туман. Температура воздуха в темное время суток опустит до плюс 7. Днем потеплеет до плюс 13. Накануне во многих городах Беларуси был обновлен температурный рекорд. В Могиле воздух прогрелся до плюс 20. В Витебске до плюс 19. Максимумы обновились также в Горках, Кличеве и Барановичах. В Индии обрушилась стена. Жертвами стали 9 человек, в их числе двухмесячный младенец. Трагедия случилась после того, как город оказался полузатопленным в результате проливных дождей. Полноводные потоки подмыли стену, общую для нескольких домов. Инцидент случился поздней ночью, когда жители спали. Это и стало причиной столь большого числа жертв. На склонах Килиманджара бушует пожар. Сражения со стихийным бедствием ведут 500 добровольцев. В нацпарк, частью которого является гора, ограничен доступ туристов. Администрация парка подозревает. Причиной пожара стали именно неосторожные гости. Пламя возникло в лагере альпинистов. Килиманджара – одна из главных достопримечательностей не только Танзании, но и Африки в целом. Пожар на нее сбьет снос этой вершины существенный урон. Завтра небо над Бобруйском застелет тучи. Возможен дождь. Подует юго-западный ветер скоростью 5-7 метров в секунду. Дни условия термометра достигнет отметки в плюс 12. Ночью похолодает до плюс 9. Анастасия Пахлёстова, Павел Зуев, Бобруйск, 360. Сразу после нас сирена. Моя коллега Анастасия Шевцова с обзором криминальных новостей недели не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!